эй привет как его а там сидит наша гость сегодняшняя юля и так мы начинаем присоединяйтесь пожалуйста привет привет доброе утро добрый день немножко мы задержались всем привет если нас хорошо слышно поставьте пожалуйста плюсики и давайте поздороваемся вместо постарались создать максимальную тишину которая возможно в свадебном салоне у нас сейчас как библиотеки привет ставьте плюсики если хорошо слышно а то я буду кричать громко вдруг это вас оглушит вот нажимаете на сердечки ставьте плюсики а я пока отлично а я представлюсь я думаю что все на моем аккаунте поэтому все знают кто я и это юля всем привет юля владелец стопроцентный владелец свадебного салона джули брайт для того чтобы вы не забывали об этом мы поставили сверху зеркальную надпись вот мы находимся сейчас свадебном салоне джули брайт в центре петербурга в историческом центре петербурга если приглядитесь а вам не видно в общем мы экскурсию потом проведем здесь в салоне прям сохранена кладками наверно какого 150 лет недавности я так думаю да это очень старый дом она при этом при всем здесь настолько шикарно и прекрасно что заходя с улицы сюда попадаешь как бы в рай в рай для девочек об этом тоже поговорим сейчас я думаю что юля немного представится немного так чуть-чуть а потом я начну задавать и вопросы вопросы которые вы задавали где мы задавали в комментариях самые лучшие вопросы я выбрала их задам вот юля сейчас расскажет немножко салоне да что это такое ну концепция салона и в общем что сейчас есть в салоне который есть вот сейчас мы не будем говорить о как все начиналось пока да начнем с того что вот есть сейчас мы находимся сколько метров до где мы и что здесь продается вот значит как вам кстати наши очки знаете что это это не просто так это элемент корпоративного стиля элемент корпоративного стиля джули брайт все консультанты ходят таких классных очков мне очень понравилось я теперь наверно x тащу и буду не ходить вот а и что у нас еще форма да у девочек да у нас есть у у нас зимой свитшоты 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 с рукавом сейчас летом весной пола пола отлично супер с логотипами да конечно супер с логотипами потому что невеста очень любят фотографироваться в свадебных салонах и почему бы не сделать отличительную отличительную черту у консультантов да тем более когда на всех одинаковое и так и так мы начинаем я думаю что все подключились сколько у нас там подключилась отлично почти 100 человек и так юля расскажи пожалуйста где мы сейчас находимся без стеснения юля кстати очень любит преуменьшать знаете вот я люблю преувеличивать она любит преуменьшать давай без стеснения все свои эти по скромные мы находимся в царстве красоты это мое детище это мой любимый свадебный салон салону вообще моему бизнесу пять лет но в этом помещении мы находимся всего полтора года его я делала уже прям с любовью так как хотела 160 метров в нашем помещении около 350 свадебных платьев до примерно 200 вечерних платьев у нас есть бижутерия туфли ну и различные аксессуары про аксессуары я позже расскажу на это был вопрос про аксессуары стоит ли вообще продавать так что на этот вопрос мы ответим обязательно я расскажу в общем то вот так этот салон уже не в том стиле в котором был салон первый пять лет назад мы сделали полный ребрендинг ну я вообще человек который который всегда качает от черного к белому так примерно и было первого к розовому да ну я скажу что это белый до белый сразу то есть первый салон был черный третий салон белый вот ну и он конечно самый красивый больше всего мне нравится скажи пожалуйста насколько я уже начну сразу задавать вопросы я думаю да так будет интереснее вот сейчас концепция салона ну вот именно оформление дизайн изменен полностью да вот то есть полтора года назад резко прям ты вот прям перепридумала все вот как как ты к этому пришла почему то есть все было стильно если кто-то вообще знаком с нами полтора года назад и ранее могли видеть что была ковка черные детали было белое с черным сочетание немножко такого не готического но в общем такое вот какие-то элементы такие знаете вот ноту ковка в общем присутствовала здесь сейчас нет ничего здесь сейчас очень тепло кирпич кирпичная кладка стиле лофт я вам покажу потом дерево очень много дерева белый цвет роза пудра как вдруг чего вдруг так вот внезапно ты решила ну вообще я говорю что я человек которому надоедает все поэтому может быть через год я снова стану черной но навряд ли потому что все-ка свадьба это праздник праздник это белое праздник это ярко и так далее то есть все-таки но черное свадебное платье это не очень да и хотела создать такое пространство в которое невеста будет заходить и прямо чувствовать праздник да ко мне приходили что салоны говорили ой как у вас стильно как у вас модно как подъем говорили что стильно вiva да и что белый черным это действительно стильно да а здесь все таки именно мяу мяу когда невеста заходят на порог сюда не открывать у нас во первых очень много света это тоже очень классно и невеста заходят на порог и говорят вау они прямо невесте там я не знаю за 30 даже она говорит я чувствую вас себя девочкой настоящий праздник цветочки белая розы и так первое что мы хотим отметить сегодня записывайте те кому это нужно то будет использовать вообще все кто работает женской аудитории неважно это свадебный салон не надо сегодня думать что мы говорим лайфхаки про столько свадебный салон это может быть салон красоты это может быть что угодно какое-нибудь бюро услуг где для женщин именно но но самое главное это то чтобы женщина девушка приходила к вам и чувствовала себя моложе легче это все помогает ей что это помогает с коммерческой точки зрения принятия решение о покупке легче и быстрее мать когда она чувствует что себя здесь новой другой на то вот вот той девочкой которая спрятана там глубоко внутри поэтому обязательно продумывайте дизайн обязательно продумывайте все эти моменты и я думаю что все таки то что здесь сейчас вот вокруг нас окружает все таки это тренды все таки модные да конечно потому что вот все таки пять лет назад если говорить то все таки было модно вот это вот да вот даже мы приходили в ювелирные салоны в какие-то вот такие да в интерьерный было все такое строгое сейчас все такое больше мими мида да ну конечно это тренды то есть я конечно подглядываю там американский сайт как ты считаешь как ты относишься вообще ну вот к подглядыванию к перенятию идей вот к этому я у коллег по бизнесу у конкурентов ну я считаю что подглядывать можно нужно но копировать это как бы нет тебя копируют да да меня копирует это уже вершина практически тоже мы практически на вершине успеха да когда нас начинают ну подражать нам и начинают нас копировать скажи что копируют вот даже вот интересно что вообще копируют ну вот есть например свадебный салон который у меня есть что конкретно копируют мы сняли промо ролик у нашем видео о салоне и салон не просто снял тоже промо ролик что естественно и нормально они просто сделали такую же покадровку то есть идет невеста по улице заходит берет шампанское то есть сюжет просто ну вот не выписали случайно эту же девушку к себе не да но вообще когда вы хотите что-то скопировать или перенять лучше подумайте как вы можете сделать круче изменить и реально сделайте что-то другое то есть до вдохновиться можно но делайте другое делайте круче также у нас есть салоне проекты девичник джули брайт мы среди своих невест разыгрываем девичник под ключ прям бесплатно прям бесплатно с вечеринкой вот это же салон один взял и тоже тут объявил что у них теперь девичник под ключ я ну не стала там вникать но наверняка там вот все все тоже а дизайн вот дизайне интересно это понятно же девичник это все таки ну не может прям взяли и скопировали знаешь ну девичники ну я думаю в салонах они у многих проводятся в многих городах это в принципе нет ни одной тебе пришло в голову да а вот по дизайну может быть да копируют ну мне кажется что уже скоро во всех городах страны во всех салонах страны будут розовенькие диванчики розовенькие шторки а я предлагаю колосном слушай а если взять и просто сделать так что раз всем так хочется иметь что-то подобное в своем городе надо просто мне кажется продавать франшизы по городам да я думаю об этом ты думаешь об этом конечно я думаю что среди вас найдутся те кто заинтересован купить франшизу успешного бизнеса успешного салона у которого уже есть обалденный дизайн которому подражают и на которые хотят быть похожими ну мало того мне кажется что в принципе все идет к глобализации рынка то есть я думаю что маленькие салоны даже в регионах и будет становиться очень тяжело потому что вот как в продуктовых нишах сей да 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 вот сейчас открыть продуктовый магазин мне кажется уже никто не придумает потому что есть окей пятерочки магниты все они зашли в регионы я думаю что в свадебном бизнесе все идет к тому же то есть еще несколько лет и уже открыться самому будет очень тяжело выживать на рынке окей отлично а у нас 350 платьев в салоне давайте сразу скажем что 350 платьев это ликвидных платьев да ну то есть понятное дело сколько примерно платьев из 350 минут в процентном соотношении которые прям бомбы прям вот которые улетают прям как пирожки сколько 50 на 10 процентов до до сейчас пришли к тому что вы 50 процентов это супер на самом деле это классно многие думают на открывая свадебный салон что они сейчас купят платье и все должны прям быть ходовыми это что юля тоже так думала но на самом деле чем больше становится у тебя ассортимент чем больше ты платит на висит на вешала дать тем сложнее невесте сделать выбор в принципе да этим больше начинается висяков сейчас вообще сложно вот я вот я не знаю ты помнишь когда ты выглядела замуж я чуть попозже выходила замуж это было так сложно выбрать свадебное платье сейчас такой выбор такой ассортимент что с одной стороны да вроде много всего а как определиться когда все настолько круто и красиво да я согласна с тобой начнем давайте тогда с истории потому что мы же обещали рассказать сегодня против промахи и про те случаи которые случались в общем в жизни свадебного салона на этапе его становления потому что многие из вас сейчас еще продают из дома шьют дома и продают как выбрать ходовые модели алина мы обязательно ответим ответим на эти вопросы спрашивают вы дизайнер всех платьев давайте сразу обозначим салон джули брайт это салон готового платья здесь не шьются платья свадебные здесь есть мастера по подгонке но все платья которые здесь висят они не сшиты юлей мной и еще кем-то это платье куплены у разных брендов в том числе и у бренда аврора кутюр дизайнером и владельцем которого являюсь я но сейчас наверно уже даже в меньшей степени дадись представлены платья аврора да в основном у тебя другие бренды мы редко общаемся достаточно говорят ну ладно вот видите как мы заняты что мы редко общаемся даже ой давай начнем с чего вообще все это началось потом можете думать что она тогда лишь с неба так упала расскажи пожалуйста вообще в принципе про свой первый предпринимательский опыт чего все началось первый предпринимательский опыт это было 16 лет назад сейчас 18 года 16 лет назад 2002 году я жила еще тогда в городе воркута это юля родилась воркуте да и там выросла до 25 лет а там жила вот это город на крайнем севере подожди они сейчас подумают что ты всего год назад переехала мне 37 лет почти вот я в питере живу в 12 лет значит когда мне муж сделал предложение 1 я поехала в украину купить для себя свадебное платье мой муж с украины вот я приехала туда там много классных платьев воркуте не было ничего воркуте ремарочка воркуте нет ну не чем не было свадебных салонов воркута это закрытый город на крайнем севере но нет он не закрытый но и в смысле он огорожен туда дороги не ездит дорог вот и я приехала купить свадебное платье и такая думаю о по какие классные платья воркуте платьев нет я взяла себе одно а а женится когда естественно женятся но они женятся в очень таких странах я не знаю не может передают друг друга по наследству вам так и было мастер и то есть ее подружка потом она и так по кругу вот я купила себе свадебное платье и еще пять платьев я решила что я буду продавать при всем при этом у меня не было ни домашнего телефона сотовых телефонов тогда вообще ни у кого не было интернета и подавно и компьютера даже да то есть я привожу эти платья воркуту пишу объявление от руки ну у меня же нет принтера как это продам свадебные платья они и не телефон адрес вот вы представляете какие люди раньше были молодцы что они сейчас в интернет посылки перейти ой в директ цену напишу ой не интересно все раньше ходили домой вообще непонятно куда к кому да по объявлению на подъезде шли люди да да причем человек не знает если он придет в ту квартиру есть ли кто не дома в общем да вот адрес квартира приходите свадебное платье а ты приходишь например с работы там записка я приходила мне нужны свадебные платья ну может так и в горе я не помню ну в общем ты такой сидишь дома звонок здрасте нет кто там а свадебное платье у вас продается да у нас заходите в общем я прекрасненько за месяц по-моему этих эти пять платьев продала а вот думаю какая счастлива и и вот тогда конечно первое зерно было о том что как это классно красиво свадебное платье как это здорово как это быстро в принципе так это можно реализовать а скажи пожалуйста ну мы здесь же сколько нас тут всего-то 100 человек сейчас ну вот какая маржа была вот сколько вот за сколько ты купила за сколько продала я купила мне кажется что за три тысячи я продала за пять я конечно я помню что она стоила 100 долларов 100 доллар доллар был тогда если помните 27 рублей да ну вот значит ну в общем да я купила за чуть почти в два раза до почти продала за 5 вот продала я вышла замуж и после этого продала еще свое платье вот значит второе свое платье или тоже продала да ну по через полгода у меня была снова свадьба ну вообще у меня было да и я много раз одевала свадебное платье когда я уже в питере хотела замуж мне было два платья естественно недавно мы с мужем отмечали годовщину я естественно тоже напялила свадебное платье ну в общем это моя такая значит все зерно у меня засела я хочу быть иметь свадебный салон но я не знаю я была молодая себя вот плохо помню проблем было много других куча то есть были родители нужно нужно за все тут и выйти за смотрел на этот на бизнес просто это поселило в тебе идею что как это прикольно классно и интересно и вообще красиво так а вообще в твоей семье я так понимаю наверное были предприниматель да нет в описании для у меня даже родители без высшего образования lodge every б editorial который не предприниматели живущие в оркуте но они ganится они 30 лет прожили в оркуте вернулись на родину в украину немножко и к чему я это говорю многие думают сейчас что предпринимателем успешно предпринимателем можно стать только если у тебя есть Ну, вот какой-то опыт, пример папа, дядя, да, вот какие-то такие примеры, когда тебе формируют в тебе свободу личности, знаете, вот такое вот. Я так понимаю, что я росла в обычной советской семье. Мало того, что я росла в обычной советской семье, у меня даже близкого окружения не было, даже ни дяди, ни троюродного дяди. То есть это реально круто, когда кто-то есть, к которому ты можешь прийти, спросить советы и так далее. Даже человек, который поменяет твое мышление. Мышление моих родителей было такое, что нужно выйти замуж срочно, 20 лет. Я вышла замуж 21 год, потому что мне как бы мама уже года три, как напоминала. Нужно выйти замуж срочно и закончить обязательный институт. Мне кажется, вот эта боль моих родителей, что они не закончили, нужно закончить. Все, я так себе нарисовала картину, замуж и институт. Ну, как оно и случилось. Да, да, все закрутилось, денег особо не было, финансов не хватало. Жили мы очень скромно, и я, в общем-то, заканчивала институт и работала. То есть я днем работала, вечером училась. Какое у тебя многих интересует, какое у тебя образование? Я закончила государственный горный университет, это филиал в Оркуте-Питерской, на экономиста. Ну, на экономическом факультете училась. До этого я закончила горный колледж, там же, в Оркуте. Десять лет я проработала бухгалтером. Отлично, супер. Десять лет человек проработал бухгалтером, который сидит сейчас в такой красоте и создал все это своими руками. А это реально создано своими руками? Я даже знаю, что Юлина мама красила здесь стены со своей сестрой. Да, да, да. Со своей сестрой. Вот, тут вообще семейный подряд. Муж Юлин здесь сейчас, слава богу, да, он уже в этот раз, да, уже не настолько... Он руководил. Он руководил процессом, а так вообще все делалось своими руками. И Юлия в белой юбке, капитана с рубки, тут, значит, ходила и командовала парадом. И сама тоже таскала и прибивала. Ну, в общем, как у всех все, да, ничего волшебного. Но это бухгалтер. Если кто-то вообще имеет в друзьях бухгалтеров, они, в принципе, могут понять, что это определенная каста людей, бухгалтера, да. Они как бы не творческие, они как бы не очень широкомыслящие, вот так вот, да. И, то есть, я так понимаю, что, просто зная тебя близко достаточно, то есть для тебя все равно постоянный выход на новые горизонты, да, он все равно, ну, через... Это как бы какой-то перевал через препятствие, через какое-то... Ну, это выход из зоны комфорта, да. Вот, ну, отлично. Ты хорошо справляешься. Отлично. Лучше всех, мне кажется, вообще, вот, кого я знаю в свадебном бизнесе. Почему ты не захотела развивать эту тему в Оркуте? Зачем мы уже поняли, у меня такой вопрос был записан. Ну да, у меня не было денег. Не было денег, потому что... Давай начнем сразу, резюмируем, что для того, чтобы все-таки начать свадебный... Любой бизнес, в принципе, он с нуля не начинается. Ну, прям с нуля совсем. Все равно должен быть хоть какой-то капитал. Просто, ну, как бы, от его размеров зависит, ну, как бы, чем быстрее... Ну, шаги, так скажем. Да, так поэтому многие не открывают бизнес, потому что они всегда знают о том, что нужен какой-то капитал. Все, их это стопорит, и они сидят на месте. Но мы сегодня расскажем о том, как вот это все началось, в принципе, совсем... Вообще без капитала. Ну, 3000 рублей — это тоже капитал, Юля. Вообще грубый. Вот. Окей, когда ты возродила эту мечту? То есть все, там у тебя был муж, дети, ну, ребенок, родители, учеба, работа, все. Когда ты все-таки вернулась вот к этой мечте вот своей? Ну, мы так промотаем 10 лет, да? Промотаем 10 лет. Да, я переехала жить в Питер, тоже, ну, я приехала в Питер, уже развелась с ребенком на руках одна, работала здесь главным бухгалтером в строительной компании. Ну, сначала бухгалтером, потом главным бухгалтером. Это, кстати, была моя мечта, ну, то есть зерно у меня про свадебный бизнес было, но моя навязанная мечта была о том, что я хочу жить в Санкт-Петербурге и работать главным бухгалтером, ездить на машине и иметь норковую шубу. В общем, прошло 10 лет, да. Норковая шуба, машина, главный бухгалтер. Да, норковая шуба, машина, главный бухгалтер я есть. Вот, я, значит, встречаю своего нынешнего любимого мужа, и он у меня делает предложение. Интересно, это в один день предложение? Да нет, 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 три года я ждала, сделал таки. Да, сделала мне предложение, естественно, все, я не иду в выходные отдыхать, гулять, я сижу в компьютере, ищу свадебное платье. Я не знаю, у всех, наверное, так. В общем, всю ночь я провела в интернете в поисках свадебного платья. А где ты его искала там в интернете? Ой, везде свадебное платье, свадебное платье купить и на английском, и на гугле, и на китайском, на всяком. По всему миру, короче, ты искала, не ограничивала себя. Да. И я нашла, что свадебные платья дешевые продаются на ebay. 100 долларов, тогда еще даже было. 100 долларов, 3000 рублей платье. Ну, естественно, у них там были картиночки, тогда я еще вообще ничего не понимала. Тогда, в то время, у них были красивые картинки. Сейчас на Алиэкспресс, например, на том же самом, куча отзывов, да, то есть можно посмотреть, рейтинги там, да. Тогда, наверное, ничего этого не было. Нет, ничего не было. И я такой человек, я всем доверяю, всем верю. Ну, даже если я понимаю, что это может быть все не то, я думаю, ну, я лучше сделаю, ошибусь, чем не сделаю совсем. Вот я с таким девизом иду по жизни. В общем, я тут же, не думая, прям в ту же секунду покупаю это свадебное платье и думаю, ну, 3000 рублей. Ну, ладно, потеряю, не потеряю. Не понравится, там, оставлю себе. В общем, после... А что же оставлю себе? Ты себе заказывала платье? Нет, до свадьбы был еще год. Я год готовилась, ну, то есть мы договорились, что у нас свадьба следующим летом. Поэтому у меня есть время, я типа потестю. Закажу это, не понравится, то... Да, ну, то есть ты уже знала, как можно продать свадебное платье и, в принципе, поняла, что если тебе вот это конкретно не понравится, то ты его всегда можешь продать через что? Через там... Нет, я не знала, как это, я в ту же минуту стала придумывать. А! Да, в то время очень был популярный контакт, уже не одноклассники. Я залезла в контакт, набрала, поискала группы свадебное платье. И просто 100 штук мне показалось групп свадебное платье на заказ. Я поковырялась в этих группах, поняла, что все они действуют по такому же методу. Они где-то покупают. Ну, правда, они покупали не на ebay, а не такое, вот, что пришло мне. Вот. И, значит, я поняла, как они работают, что они просто, что они все сидят в квартирах, покупают в Китае, продают тут же в квартире, потому что там и фотки из квартир и так далее. И я думаю, так, все, я буду делать точно так же. В ту же ночь, вот я говорю, мне сделали предложение, и в ту же ночь я создавала группу ВКонтакте. Олег, спасибо тебе за все это! Вот. Я создавала группу ВКонтакте, все, я готова. Свадебное платье на заказ. Но у меня нет ни одного отзыва, ни одной невесты. И одного платья. Счастливой, да. И ни одного платья. И ни одного платья. Ни одного счастливой невесты. Я накачала фоток, типа, какие платья вы можете заказать, но отзывов и невест у меня не было. Это было очень важно, потому что в других группах было очень много различных отзывов. Реальных невест. Да. И многие что делают в этом случае? Что они делают? Они берут портные, мастера, парикмахеры, визажисты, свадебные салоны они берут и копируют у кого-то фотографии, нажимают, сохранить как, да, к себе в папочку, а потом выкладывают, типа, это их работы. Ну, делали ли ты так? Нет, нет, вот на самом деле никогда в жизни за пять лет я не крала ни у кого, не сейчас в инстаграме, как многие делают, я не брала никогда чужие фотографии, чужие отзывы и так далее. Я не знаю, это у меня просто, я как бы верю в карму или что это со мной, я так не делаю. Поэтому, естественно, нужно было думать, почему ко мне придут. И тут, в то время я еще вообще не знала, что такое маркетинг, УТП, уникальное... Уникальное торговое предложение. Да, уникальное торговое предложение. Но сейчас я понимаю, что я прям сделала УТП. У меня оно звучало так. Свадебные платья на заказ без предоплаты. Если вам платье не нравится, можете его не выкупать. Мне кажется, почему бы не согласиться, да? Да, почему бы не. То есть, ко мне стали обращаться невесты. Притом, что ты не была уверена в продукте, да? Одно дело, когда ты делаешь так, и ты как бы уверен в продукте. И я как бы предупреждала девочек, в общем, что может... То есть, ты двойной риск себе сделала. Прям усилила его максимально. Да. Но первое платье я получила, вот по тем меркам было нормально. То есть, ко мне пришла девочка с улицы. Но его же никто не заказывал. Она его купила, и она стала счастливой. Осталась довольной. В общем, да, и вот так потихоньку-потихоньку начались заказы, продажи. Да, были моменты, когда невеста говорила, что-то не то. Я говорю, ну, типа, не вопрос. Иногда невеста... И, соответственно, у меня копились платья. Я заказала одно, продала. Заказала два. Продала, заказала четыре. И вот так вот... То есть, ты деньги... Реинвестировала, да. Реинвестировала. Это называется, реинвестировала. То есть, свою прибыль. То есть, не забирала ничего из бизнеса. Ну, это тебе... Ты могла это делать почему? Потому что, все-таки, у тебя была основная работа. Да, я ходила на работу днем, а вечером и ночью... Это самое интересное. Сейчас мы давайте об этом. Как все начиналось про то, как ты ходила на работу, а потом приходила вечером домой? Да. И что происходило? Да, то есть, днем я такая главный бухгалтер. В шесть часов я бегу домой. Такая деловая щучка, значит, такая по работе побегала. Прибежала домой. Прибежала домой, и все. И у меня записи, примерки, невесты. И я такая продаю. Продавец. Меряю, продаю. Тапки все убрала. Да, да, да. Это нужно... Это же я всегда парила, чтобы дома все было чисто, красиво, чинно. Ой, это вообще отлично. Так подстегивала. Вот. Ко мне приходили невесты, и начиналось примерки. А, у тебя, наверное, пятикомнатная квартира? Нет, у меня была двушка небольшая, 58 метров. Комната 15 метров. И она постепенно заполнялась платьями, вешалами. При этом при всем у Юлии на тот момент уже, ну, сын, который уже ходит в школу, наверное, да? Пять лет, да. Ну, пять-шесть лет она была, да? Нет, семь уже даже. А, семь. Ну, вот, значит, сын ходит в школу, то есть он пришел из школы и сидит дома тут же, как бы. Уже есть муж, ну, он будущий еще в процессе, да, он был в процессе становления. Вот, значит, мужем. Он, значит, тоже тут есть. Тут готовится еда. Ну, вы представляете, да? Да, 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 вот это вот интересная история. Ко мне приехала мама в гости, папа. И, значит, мы в двушке. В двушке. Куча народу. Десять человек. Я бегу домой в шесть часов, потому что у меня сейчас примерка. Я уже опаздываю, забегай домой, дома воняет рыбой, потому что мама жарит рыбу. Я говорю, мама, ты что, у меня свадебный салон, какая рыба? Ну, у меня все, все с пониманием, все такие, так, чуть-чуть, разбежались. Все по комнатам закрылись. По комнате, по комнате. Да, ну, то есть кто-то на кухне, кто-то в комнату. Мама бегает с духами. То есть никому нельзя было передвигаться по квартире. Должно было быть максимально комфортно моим невестам. И должны были зайти и пройти. Причем в комнате мне было красиво. У меня стоил кожаный диван. То есть я позаботилась о том, чтобы, ну, они заходили. А, те, кто заходили, иногда говорили, ой, у вас такие фотографии. Потому что я потом уже стала дома фотографировать платья на манекенах. Что мы думали, что это салон. То есть я всегда за красотой. И, кстати, на самом деле, да, фотографии, даже если сейчас, да, конечно, сейчас есть айфоны, которые классно фоткают. Есть такие приложения для обработки. Но даже те фотографии, которые ты делала на фотоаппарат и выкладывала, на фоне вот у тебя тюльпаны были, да, по-моему, на стене. Прям были фотообои сделаны красиво очень. В маленькой спальне, там 15 метров, маленькая спальня. Там было хлеще, я вспомнила. Я не помню, почему фотообои, или это было до фотообоев. Я купила спанбонд, вроде так называется, черная ткань такая, там на огороде что-то с ними делать. И этот я вешала на этот, на карниз и ставила на фоне него манекен и фотографировала. То есть у меня там были целые системы. А потом все-таки сделали фотообои. Да, да, это было до ремонта, вот я вспомнила, когда не было ремонта, был ремонт не очень. Вот я вот эту ткань натягивала на карниз. То есть смотрите, вот, пожалуйста, вам дома человек начал продавать и уже дома, помните, когда у меня был эфир по сервису, по работе с клиентами, я рассказывала о том, как даже дома можно сделать так, чтобы человеку, клиенту вашему было комфортно приходить к вам. Да, вот Юля этим всем и занималась, все это делала. Итак, значит, повоняли рыбой, значит, прибегали с работы, раздевались, переодевались в майку консультанта и, значит, таскали эти платья. А где же жили платья в 15 квадратных метрах? А, ну, платья жили сначала в комнате. В комнате, наверное, как они, в углу навешали что-то? Ну, нет, я покупала, вешала, как положено. То есть вы как бы спали с мужем в свадебных платьях? Да, мы спали в платьях, все вот это было на вешалах. Когда платья становилось все больше, 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 платья частично переехали на балкон. То есть мы сделали балкон, да, мы его там утеплили, все, сделали свет, лампочки, чтобы я прям как в шкаф туда захотела. Да, то есть платья переехали туда. А затем, когда платья уже не стали помещаться в комнату и на балкон, и уже пошли к сыну, в тот момент я подумала, что нужно что-то менять. Но у меня был страх. Мне кажется, в тот момент ты избеременела. Да, оно все как-то, ну, то есть ты как бы знаешь, что это будет, ты идешь к своей мечте, ты сидишь и боишься, боишься. А потом случается в твоей жизни что-то, да? Да, 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 потом вот само собой к тебе приходит, да. Я решила, мы решили заводить ребенка, запланировали, все вышло, и я уже собиралась идти в декрет. Я такая подумала, зачем мне сидеть здесь в декрете, когда мне уже и за компьютером долго нельзя и так далее. В общем, я из декрета не вернусь, и все об этом знали, поэтому думаю, не уволятся ли мне сейчас. Там с выплатами все было нормально, то есть я ничего не потеряла. И я принимаю решение уволиться. Где-то на третьем месяце, да, ты уволилась? Да, на третьем, на четвертом месте я уволилась, принимаю решение уволиться и искать помещение. Мне было ужасно, как страшно. Но я уже такая просчитывала. Так, я продаюсь только платив месяц, если я буду продавать не меньше в новом помещении, то значит мне хватит на аренду. То есть тогда, конечно, я мыслила, это были такие вообще... Самое главное было, самое страшное, покрыть аренду. Да, все, аренда, все. Работать буду сама? Да. Берегите? 40 тысяч рублей стоила моя первая аренда, я нашла помещение. В Терпурге, между прочим, на Парке Победы. Это как бы не центр города, но и... Да, оно нормально так находилось, во дворе. Рядом с метром? Минус был один, что оно было полуподвальное. Так, сейчас мы перейдем. Да, 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 символ. Значит, я же записала вопросы, чтобы нам с вами было интересно. Так, да, ну в общем, про примерки дома мы закончили. Скажи, пожалуйста, когда ты выезжала из дома? Все же любят цифры. Вы любите цифры? Ну-ка, напишите мне, пожалуйста. Вопросы про цифры напишите, а то мы сейчас сидим, ничего у нее не спрашиваем. Она же нам так просто сама не расскажет. Что вам там интересно про цифры? Сколько платьев в месяц продавалось, когда ты... Ну, не придумываю уж там сильно, я понимаю, что ты не помнишь. Ну, хотя бы там 50 или там 3 в месяц продавалось, когда ты выезжала из дома. Ну, то есть, когда ты решила... Не-не, 10, 15. 10-15 платьев в месяц продавалось дома. Ты знаешь, я думаю, что этой цифре позавидуют некоторые свадебные салоны даже сейчас. Да? Ну, я думаю, что да. Потому что открыть свадебный салон, это не просто купить где-то платье, съездить в Украину, там, слетать в Китай или заказать по интернету в Китае по фотографиям и снять помещение, да? Мы же прекрасно понимаем сейчас уже с опытом, что далеко не это важно. Важна маркетинговая стратегия, правильно? УТП, которое у тебя было уникальным и замечательным. Долго ты на этом УТП жила, кстати? Я потом через годик стала брать 2000 рублей, чтобы они вообще появлялись. Я поняла, хорошо. 2000 рублей ты стала брать с них. И сколько это так было? Мне кажется, что пока я была в квартире... Всегда это было, да? Да, это было всегда. То есть человек всегда мог отказаться, в принципе, безболезненно отказаться от платья, если оно ему не нравится. Ну, да, мог отказаться. Ну, мне кажется, что и сейчас мы не будем заставлять... Ну, сейчас мы работаем с брендами, не с Китаем, поэтому у нас не прижать... Нет, ну, сейчас человек, в принципе, видит хотя бы этого даже бренда, видит платье другое, да? Да, да, да. Ну, я имею в виду, что мне кажется, это сложно заставить невесту в свой лучший день выйти замуж в том, в чем ты не хочешь. Просто к нам сейчас часто приходит невеста, ну, не часто, но приходит, и говорят, что я заказала платье или сшила, они в слезах приходят, платье не то, они мне не возвращают деньги и прочее, прочее. Ну, я не понимаю этого. Ну, это такой один раз в жизни у невесты такой праздник, и просто настолько ей испортить нет. Это не стоит этих денег. Отлично. Ну, если продаются два платья в месяц, то, понимаешь, им тяжело, наверное, отдать, они уже на аренду потратили. Как бы так. Отлично. То есть, продавалось 10-15 платьев в месяц. Супер. Переезжаем мы в первое арендное помещение, в первое съемное помещение. Полуподвальное, да. Полуподвальное помещение. Я заморочилась, ну, ты знаешь, ты мне помогала тоже. Я хотела, я думаю, ладно, оно будет полуподвальное, бог с ним, но должен быть такой салон, куда ты заходишь, и прям вау, классно, красиво, приятно. То есть, у меня там был запах вкусный. Я сделала дизайн, сама придумывала, потому что у меня тогда не было денег ни на кого. У меня был ковролин, у меня все раздувались. То есть, у меня было прям как дома, только такая квартира побольше. Да ну нет, на самом деле она что-то сейчас придумывает. Это была не квартира, туда реально приходили как в салон. Нет, ну, конечно, там были люстры красивые и так далее. Я имела в виду, что было уютно как дома. Люди приходили и говорили, ой, прям как тут хорошо. У меня вот был черно-белый стиль, я заказала черные шкафы со стеклянными этими дверцами. Платье в шкафах висели. Да, платье висели в шкафах, и в шкафах была подсветка. Это тоже было такое в своем роде уникальное, потому что у других салонов такого не было. В чехлах висели у людей. Да, в чехлах. А у меня висели в шкафах с прозрачными дверцами. Это смотрелось вообще классно. Шкафы огромные были, наверное, 220 или 250. Да, да. Даже 250 у них. Да, то есть такой же шкаф и это. В общем, да, шкафы эти были классные, они придавали. Подиум был. Подиумы, кованые полочки, кованый диван, кованая мебель. Фотобои. Ну, то есть я как бы не то, что не скупилась. Я, конечно, искала, где все купить подешевле, но я хотела сделать, чтобы прям все близко. А ты помнишь, как эту ковку заказывали? Да. У меня было такое отношение к моему бизнесу, да и сейчас есть, что я не куплю себе там платье, я не пойду на себя не потрачу деньги, я вот хочу, чтобы было вау. Сумасшедшая. Да, ну это, мне кажется, все-таки. Я что же, деньги есть, я что пойду себе Дольче Гавану покупать? Я, конечно, лучше рулон кружева куплю. Да. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, было ли ошибкой залезть в подвал все-таки? Ну, вот что бы ты посоветовала сейчас вот тем, кто вот собирается выйти из квартиры в бизнес? Нет, ну, если бы это советовать свадебным салонам, то, конечно, вам нужно идти на свадебную улицу. Я знаю, что есть такие в городах свадебные улицы. Да, для этого нужно больше денег для старта, но вам потом будет значительно проще. А сейчас я вообще, ну, никакие свои действия не называю ошибкой. Ну, вот реально, потому что я понимаю, что я иначе поступить не могла. Конечно. Ну, почему ты пошла в подвал? Давай. Потому что у меня было 500 тысяч рублей. Сейчас мы запутаем людей. Давай, вернемся немножко. Мы начали с 3000 рублей, когда заказали первое платье на ebay, правильно? Мы его продали и сразу заказали еще два платья, да? Потом мы продали и заказали четыре платья. И вот таким образом, чтобы всем было понятно... Да, мы накопили платье. Сколько времени... Вот, мы бы не сказали, сколько это времени продолжалось? Два года. Два года ты сидела дома, покупала, продавала, покупала, продавала, покупала, пахала, 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 работая при этом на работе на основу. Вот, ага, отлично. Ты увольняешься и примерно через полгода ты уволилась, и через полгода примерно, через пять. Да, я весной уволилась, летом сняла помещение, в октябре у меня было открытое. Да, вот с таким вот животом. Ой, все тебе не показывают. В общем, да, я открывала салон на седьмом месяце беременности, но живот у меня выглядел, как будто я на девятом месяце беременности. Там был кромячек. Я была очень огромная. Вот, я открыла салон и начала работать сама. Мне кажется, что у меня даже покупали платье из жалости, потому что... Кстати, это беременная женщина таскала эти огромные платья. Я прям помню тот день, когда у меня через два дня открытие, я мою шкаф, ложусь на диван и плачу. Мне так себя жало. Она все время плакала и лежала очень много. Да, у меня очень болела спина, у меня болела под ребрами. Я знала, что у меня еще столько шкафов домыть. Блин, ну и мне сейчас, конечно, я смотрю на себя, мне тоже жалковато. Сейчас бы, конечно, я позвала, ну, тетюринговую тетюринку. Она бы убралась, тогда, естественно, у меня там вообще все... Вот, давай, значит, мы из квартиры, когда выезжали, мы накопили 500 тысяч рублей. Как ты думаешь, если бы у тебя было полтора миллиона, ты бы вот быстрее достигла того, что сейчас есть, или ты просрала бы... Ой, их. Я не знаю. Мне, конечно, сложно сказать. Вполне возможно, что результат был бы тем же. Потому что я бы просто ошибалась на большие суммы денег. Да, то есть я ошибалась на мелкие суммы денег, а сейчас я ошибаюсь с полтора миллиона. А ты вообще рисковый человек? Вот ты любишь вообще рисковать? Нет, рисковый человек бы взял, взял бы уже кредит, открыл бы салон в центре города, я не знаю, там, проиграл бы свои 2 миллиона или, наоборот, бы выгорел, выиграл. Вот. Но я нет. Я, видишь, я иду вот такими мелкими-мелкими шажками. То есть то, к чему я пришла, к этому я шла 5 лет. И больших... 7 получается. Ой, да, 7 лет, да. 2 года дома, и 5 лет это уже в помещениях арендных. Да, и я иногда оборачиваюсь назад. От 3 тысяч рублей за 2 года до 500 тысяч, да. Ну, мы же говорим, что Юля не брала денег из этого. То есть она реинвестировала постоянно. И потом уже, когда, ну, то есть платьев было достаточное количество, не может же квартира вместить в себя 500 платьев, да. Да и на самом деле, я же тоже этим всем занималась, мы тогда понимали прекрасно, что особо много платьев-то и не надо. Главное, отношение к невесте, просто хорошие платья должны быть. Ну, штук 50 максимум, да. Ну, я, по-моему, с 50-ю и поедала в салон. Да, где-то 50, я тоже помню, что где-то 50 платьев было, и поехали в салон. И, то есть, все равно, ну, продавали, 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 и деньги, естественно, складывались на полочку, потому что была цель, все равно была цель выйти из квартиры. То есть ты копила именно на это, не на отпуск копила себе, как бы. Ага, отлично. Значит, мы заехали в подвальное помещение с 500 тысячами рублей. Давай вспомним, на что ты их потратила? На что я потратила? На мебель, на ремонт. Вот, ну, только мебель. Аренда, наверное, заплатила за два месяца, да, сразу, или за три? Да нет, я, наверное, заплатила за два месяца, но потом наступила осень, вернее, она наступила, когда открылась. Ну, было капец как тяжело. Ну, то есть, те, кто работает со свадебными платьями, те понимают, что все-таки осень и начало зимы – это самое тяжелое время, когда, ну, невест становится резко меньше, или вообще не становится, потому что они, как бы, еще собираются летом следующем выходить замуж, пока не торопятся. А аренду платить надо? Да, и было, в общем, не очень. Я грустила. Ты грустила? Грустила и работала. Готовилась рожать? Да, я грустила, работала, готовилась рожать, но я говорю, что платье у меня покупали, как-нибудь немножко, потому что было очень жалко. Я помню, что примерки все равно были. Да, да, да. А невесты все приходили, какая-то реклама была, или просто через контакт, группа ВКонтакте? Группа ВКонтакте, да, я, мне кажется, несколько лет своей жизни положила на то, чтобы продвинуться ВКонтакте в верхнюю строчку поиска. Да, я помню, что это был в топе, был салон. Мы там покупали ботов, то не ботов, то меня банили. Ой, это была просто война на рынке контакта, среди свадебных салонов. Ну, сейчас, на секундочку, у нас вообще клиентов с контакта, ну, то есть все равно это инстаграм. А раньше я думала, что... Ну, грубо говоря, да, на контакте я сделала свой бизнес. Ну, уже, еще живя в квартире, я уже делала сайт. Я понимала, как важно. Да, я помню, сайт Мэри Мина. Да, да, потому что у меня сначала было название Мэри Ми, а затем я уже передумала. Сайт я сделала за 5000 рублей. Ну, до того момента, пока его доделали сайт, мне попался какой-то специалист, который сказал, ваш сайт, это... Г, Г. Я такая, а, надо новый делать сайт. В общем, сайты я делала раз в пять. Да. И все это непрекращающаяся история? А, ну, в общем, я занималась тем, что как же поднять свою группу в ВКонтакте, и целыми днями я переписывалась с Китайцей. А, вот, да, очень интересно. Где же мы брались платья изначально? Платья, когда ты сидела дома, ты покупала только в Китае? Да. Только китайские платья? Да, я познакомилась с девочками, с которыми я до сих пор дружу, и которых я ни разу в жизни так и не видела. Но собираемся в этом году встретиться. Они тоже открывали салоны, одна в Украине, одна в Казахстане. Вот, и мы уже там начали обмениться китайцами, контактами, и так вот мы нашли несколько фабрик и работали. То есть работали уже напрямую с фабриками, не как бы через Алиэкспресс, а через Ебэй. С фабриками, да. И это было, наверное, вообще интересный опыт. Иногда было классно. То есть иногда приходило платье ВАУ, а затем через месяц такое же платье, оно могло прийти, как будто его уборщица сшила. Да, мы всегда смеемся, что вот сидит рядочек этих швей, да, китайских, и вдруг машинка пустая, а платье шить надо, ну, заболела там швея. И уборщица полы моет, к ней мастер подходит, говорит, так, ты садись в шею. И она, короче, сшила как могла. И реально вот было, да, иногда такое, что прям сшила как могла. Аня, сейчас это смешно, но тогда это были слезы. Я рыдала, везла эти платья к своим портным, там, к бабушке к одной. Она что-то там переделывала. В общем, мне кажется, что я получила пару седых волосков в тот момент, когда я работала с китайцами. Как начинался твой день, давай еще вспомним. Да, да, я просыпалась с утра, наливала кофе, и уже все, я сидела и боролась с китайцами. Я с ними ругалась, говорила, где мои платья. А вы можете себе представить, на тот момент работа с китайцами, когда не было ни Вичатов, ни Вайбера, ни Ватсапа. Скайп, по-моему, был. Ну вот скайп столько был, да? Юля не очень-то знает английский язык. Я его вообще не знаю. Ну как бы, чего уж тесняться. А китайцы, они как бы не знают русский язык. А, да, да, это же все еще с переводчиками. То есть я перевожу на английский, они тоже переводят на английский, и мы друг друга не понимаем. Да, и порой мы по полдням выясняем, что мы не можем вообще понять, кто что говорит. Блин, это был ад. И она брала заказ невесты, Юля брала, при этом она гарантировала, что если что, ты как бы не выкупаешь платье. Брала заказ у девочки, отправляла в Китай, и вообще не знала, что придет. Вообще даже не представляла, что там может прийти, потому что реально могли накосячить вообще жестко. Нет, Ань, ну уж на самом деле из 95% приходили нормальные платья, иначе бы я вообще не работала. Ну да, да, конечно. Но реально вот 5% из 100% могло прийти прям... Прям трэш. Лотерея, да, прям не повезло. Ну да, я на самом деле, я же тоже со свадебными платьями начала работу именно благодаря Юле. Если бы не Юля, то вообще мы бы с вами все не встретились бы и не познакомились. Ты же была свадебной организатором. Я была, да, организатором свадеб и пристала к Юле, как банный лист к одному месту, и все, и закрутилась, завертелась. Я помню эти платья, как они меня поразили на самом деле. Вот вы сейчас думаете, может быть, что какой-то мы там фигней там, да, занимались, какая-то фиговая какие-то платья были. Платья были обалденные. На тот момент я уже вышла замуж, и я знала, что продается в свадебных салонах Петербурга. Это были украинские, белорусские, простецкие абсолютно платья, либо платья с буфами, знаете, из тофты с какими-то розами, как из крема, ужасно. Вот. Хотя это был год-то, господи, 2010-й, 2009-й, вот такие годы-то. Вот. Не так давно это было. И я, когда увидела Юлины платье вживую, мы на фотосессию их привезли, я просто обалдела. Ну, прям реально. Когда все платье из лепесточков, да, вот твое свадебное платье, это желтое, это же просто обалденное платье. Бежевое? Желтое. Желтое, говорит. Ну, оно такое было. Шампань. Шампань, да. Не айвери такое, а шампанского цвета. Все из лепесточков сделано, все вручную пришито. Ну, нет, на самом деле, там очень крутые платья были. И давай уж тоже не будем говорить о том, что ты по 100 долларов платье покупала. Я знаю закупочные цены этих платья, они стоят по 500. 350-500. А я не покупала, постой. Нет, ну, изначально. Я тогда в Оркуте купила. Так вот, вот. Нет, 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 платья стоили нормальных денег. То есть 500 долларов, сейчас 500 долларов, это, простите, там, 35 тысяч рублей. Вот так-то между нами девочками, да. Тогда мы покупали, конечно, по 15 тысяч рублей, ну, и продавали тысяч по 28, по 35, ну, где-то вот в этом диапазоне. То есть никто не, никаких колоссальных прибыли в этом бизнесе не было уже тогда, когда мы начали этим заниматься. Да, да, да. Это 10 лет назад, я уже сейчас общаюсь с хозяйками салонов, были классные времена, когда были хорошие наценки. Была очередь невест, вот реально рассказывают, что толпы стояли на выходные дня, негде было примерять. Я вот не застала тот период, когда я пришла в бизнес, так, в 12-м году я открыла салон, и вот пока я вот раскачивалась, ну, начнем с того, что у меня по-прежнему не было никаких знакомых. У меня была подружка в Украине, которая открывает салон, но там вообще другая кухня, и ей было так же тяжело, как и мне. То есть у нас не было никаких знакомых из бизнеса. Никто не мог подсказать, как сделать, куда, что, где обратиться. В общем, ошибок и потери денег было много из-за этого. Вот. И, в общем, недолго-то я там наслаждалась, как наступил же кризис. Да, да. Все подкосил, конечно, этот долларовый кризис. Да. Спрашивают, был ли прокат? Нет, 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 проката не было. У нас, вот подружка в Казахстане, у них там прокат классный идет. Ну, это потому что специфика региона такая. И вообще я была бы не прочь. У меня платье покупают за 1300 долларов, ну, если там в долларах, да. У нее берут в прокат за 1000. Но когда невеста здесь у нас в Питере спрашивает, а у вас есть прокат, а сколько бы вы хотели? Они хотят за прокат 5000 платить. Пять. То есть, платье за 1300 долларов, они хотят взять за 5. Ну, за 10, ну, за 20. Ну, нет, это не тот бизнес. Там не получится ничего вообще заработать. Поэтому нет, проката нет в Питере. Никогда его не было и не будет. Так, а в этом году самый свадебный кризис? Да? Ну, я не знаю. Я скажу, что у меня всегда есть прирост к прошлому году. Поэтому, ну, я не... Да нет, я думаю, мы не можем сказать, что у нас в этом году кризис. Почему? У нас мы обе в свадебных платьях. У меня оптовая продажа и производство, у Юли розничная, да, продажа. То есть, мы как бы рядом, но по разные стороны как бы немножко, у нас разные клиенты. Но, честно скажу, у нас кризиса нет, у Юли кризиса нет никакого. Даже все лучше, и у нас тоже все лучше. А все почему? А мне кажется, все потому, что мы очень много стали времени уделять стратегии, маркетингу, позиционированию, да, вот этим страшным словам, мы стали уделять очень много внимания и времени, нежели, нежели, няньканьем с одной конкретной невестой. То есть, как бы, да, то есть ты как бы выходишь немножко на новый уровень, и вот уже вот думаешь, ну, как бы сделать в принципе здесь все лучше, да, как бы нанимаешь человека, который следит за всем процессом здесь вот внутри, за всеми невестами, за всеми консультантами, это у тебя в этом году тоже произошло, я так понимаю? Да, я в этом году полностью набрала новую команду, я подошла к выбору консультантов, очень консультантов, очень тщательно, я пересобеседовала больше ста человек. Сколько человек сейчас консультантов работает? Четыре. Четыре консультанта. Вот, больше ста человек я пересмотрела, и очень важный момент, который я в этом году поняла, что я подбираю теперь персонал, ну, не весь, а именно вот, допустим, консультантов, это также относится к менеджерам по продажам, не по профессиональным качествам, а по личным, это очень важно. То есть, ко мне сейчас пришли девочки на работу, одна актриса в театре, вторая, по-моему, HR-ом работала, то есть они вообще не продажники, но я поняла, что я хочу увидеть в людях, что я хочу увидеть в своих консультантах, и я реально не прогадала. Главное найти подход к человеку. Да, они за два месяца вышли на тот же уровень, что у меня раньше работал там профессиональный консультант, и у них продажи не хуже, и конверсия не хуже, да, и они такие веселые, они такие бодрые. Мне кажется, самая сильная сторона сейчас в моем салоне, это моя команда. К нам заходят девочки, встречают их консультанты, а как провожают, они тут все целуются, обнимаются, песни поют, то есть атмосфера у нас праздника. Миссия вот нашего салона, она у нас распечатана, повешена там на стенку. Мы создаем счастливые мгновения, то есть наша миссия, это мы не продаем свадебные платья, да, мы их продаем, на этом мы зарабатываем деньги, но мой продукт, это не только свадебные платья, это мой красивый салон, это моя команда, и это те счастливые мгновения, которые получает невеста в нашем салоне. Плюс она уходит же отсюда, и вот с этим вот платьем, и это продолжается с ней прям долгое-долгое время, все это сделали вы. Да, это очень важно давать клиенту больше, чем он ожидает. Клиент заходит ко мне в салон, во-первых, он видит, что здесь классно. Мы ему предлагаем кофе, шампанское, чай, сладости. Одноразовые тапочки? Да, сладости. То есть они прям, ну реально офигеют, они такие, вау, еще и шампанское, и чай. У них тут получается просто девичник, и сидя здесь, они дают обратную связь, что, блин, кто-то, кто вышел замуж 10 лет назад, говорит, так, салоны изменились, я даже не думала, что так круто, когда я выходила, я мерилась там в полуподвале, на коврике и так далее, какой там чай, там и злой консультант был. А сейчас, реально, девочки, вы сделали для нас праздник. Вот наша самая классная обратная связь, когда уходят и говорят, девочки, вы сделали сегодня для нас праздник. И так говорят невесты, даже те, которые не купили платье, не нашли. А давай все-таки, это все прекрасно, что есть сейчас, а давай вернемся вот к тем баранам. Потому что сейчас, то, что есть у тебя сейчас, ну, ты же понимаешь, сколько миллионов сюда вложено, и, ну, как бы, да, сил, и вот реинвестирование. Всем-то интереснее, как там в подвале-то были дела. Ты, значит, беременная, все отлично, там, ты родила, наняла сотрудника, я так понимаю, да, которые будут заработать. Да, я взяла консультанта, и мне, как бы, вообще некогда было чему-то учить. А, она была со стажем. Да, она была со стажем. Да, если сейчас вспоминаешь, то сейчас девочки, у которых нет стажей, тогда, у которых был стаж. Это вообще не важно. Я ей отдала ключ и пошла рожать. Юля дала ключ, на телефоне. Пошла рожать. Хорошо, что сотовые появились. Да, да, да. Значит, пошла рожать. Это было пять с половиной, ну, пять лет назад. Пять с половиной. Да. Да. Ника родилась пять с половиной лет назад. Вот. Значит, пять с половиной лет назад все началось. Давай, самый треш, расскажем, что было в этом подвале. Значит, были красивые шкафы, были кованые полочки, были красивые обои, красивые люстры. Потолок. У нас есть отдельная история про потолок. ну, как понимаете, это подвал. Но в подвале были не трубы фановые, там висели на потолке, а был потолок, вот этот самый дешевый. Амстронг. А, да, Амстронг, это потолок, который такими квадратиками, да, в самых дешевых офисах он. Значит, ну, Юля, я не могу, что он был такой потолок. Мне это очень важно. Что было сделано? Долго думали мы и, наконец, придумали. Купить подкладочную ткань в закупочной стоимости по 19 рублей, я прямо сейчас помню, белого цвета. Купили три рулона, по-моему. Я сейчас прочитаю. Вот, купили три рулона, и что? И Олег придумывал, как сделать так, чтобы это все, значит, красиво там повисло. В общем... Не, ну мы ему схему дали, она должна вот так вот висеть. Вот так вот. Как, знаете, в чатре, в чатре вот эти вот, знаете. Ну, как на свадьбах иногда декорировали, когда-то тканью. Шатры всякие там, да. Ну, вот, в общем, короче, три рулона Олег размотал на потолок. Вроде как бы стало красиво, потолок прикрылся, все отлично, но стало темновато, как бы, от этого на самом деле. Свет, это как бы, да, это отдельный вопрос. Сейчас давайте сразу про свет поговорим, Платье, наверное, да, и свет. Я потратила, по-моему, на этот потолок, вот в этом салоне, 400 тысяч рублей. Потолок, в смысле, потолок здесь без тряпок. Здесь просто потолок в стиле лофт. Здесь вообще ничего интересного в потолке. Здесь просто лампочки, лампочки, но вот эти все... Софиты. Все в софитах. То есть даже здесь нет никаких красивых люстр. Здесь есть вот небольшие такие, локальные, абсолютно обычные, ну, в смысле, геометрические, такие недорогие люстры. Вот. Но они не привлекают к себе внимания. Здесь самое главное, это огромное... Сейчас вам покажу, чтобы уж сразу... Вот. Видите? Вот. Сейчас. Вот. Видите? Вот эти софиты. Они очень мощные, при этом не режут нам глаза, да, то есть, в принципе, достаточно комфортно глазам, но их очень много. И ты сидишь, видите, мы сидим, у нас теней нигде нет, видите, ни с какой стороны нет тени, потому что со всех сторон мы подсвечены. Вот. Это действительно очень важно, и ваше платье будет блистать и сиять только, и выглядеть красиво только в таком свете. Он есть еще белый, синий, желтый, тут тоже нужно смотреть, и обязательно белый свет. Брать, не брать желтый свет или синий свет, чтобы тут все были трупами. Вот. Ну вот. Значит, про свет ответила. А то переживали. Все было вроде как красиво, потолки подвешены, и я помню, что-то там, кто-то там начал жить в этих потолках. Лето наступило, да. И в общем, в этих потолках, в этих тканях поселились не мухи, а мошки какие-то. Мошки. Просто. Вот потолок провисал, и эти мошки скапливались, они там помирали, что ли. Ну да, они угололампы еще тусили. Они просто там скапливались просто семьями. Это было то же. Кладбище. Каждые несколько дней моему мужу приходилось залезать там на табуретке, на стремянку, туда пылесосом, и постоянно их оттуда выпылесосить, пылесосить, короче. В общем, да, это была жесть. Ну и еще из жести... Был ковролин. Как вы понимаете, был ковролин. Было красиво, мягонько ходить. Но при этом, при всем, это как это было подвальное помещение сталинского дома. Какого даже сталинского? Мне кажется, это еще до сталинского. Старый дом на Московском проспекте. Вот. Локация, кстати, была очень хорошая на самом деле. То есть для первого салона все было отлично. Значит, и что, и что? Туалета не было. Туалет был на втором этаже, где-то куда-то нужно было ходить. Но это не проблема была, не самая главная проблема. Да-да-да. Сначала первые полгода мы отправляли в соседний офис с невестой в туалет. Но это, конечно, было вообще не Камильфо. Но мы потом его же сделали. Да, сделали туалет. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Потому что потом из туалета нас начало топить. Да, вот из самого трэша это было то, что как-то в один прекрасный день. У меня вот это вот была коморка, там был и туалет, тут же микроволновка. В общем, мы там ели, пили, танцевали. И там же обувь была сложена, коробки. Я уже обувь начала заниматься тоже. И я прихожу в один прекрасный день, и в туалете вот просто вот столько воды и туфли все плавают. Туфли плавают? Да, это снова слезы, боль и так далее. Ну, слез, в общем, было у меня приключений много. И, кстати, потопов было у меня тоже много. Затем же был потоп уже и в салоне, что ковролин, блин, был потоп как-то в салоне, что мы ковролин весь собирали и вывозили. Сушить? Вывозили за город сушить, да. Ковролин был огромный. Короче, я даже грузовик, по-моему, под ковролин вызывала. Вы представляете? Да, но самое смешное, что запомнилось в моей жизни, это когда в доме случилась какая-то проблема и прорвало фановую трубу. Фановая труба, это в которую все твердые бытовые отходы сливаются из унитазика. Фекалии, да. Да, вот. И они, значит, потекли из унитаза. И там был замешан весь дом, очень много всякой техники, потому что у соседей сверху тоже начались проблемы. В общем, ситуация такая, если коротко. К нам пришли в салон и сказали, что мы сейчас ломаем вашу стену вот здесь, потому что... Там где шкафы с платьями. Да, там где шкафы с платьями. Отодвигайте. Мы ломаем вашу стену вот здесь и, в общем, чиним, меняем кусок этой фановой трубы. Вот. Это займет примерно 3 месяца. Нет, нет, нет. Это было около недель трех, может быть, месяц. Такая разница. Короче, это была боль, потому что они вот это ковырялись, как бы оно пахло. То есть, приходишь свадебный салон, у них тут раскопана фановая труба. В общем, эти дяденьки днем ковыряются. Мы тут принимаем невест, мы поставили баннер. Баннер Джули Брайт. Он у нас был сделан для выставок. Мы поставили баннер, за ним дяденьки. И мы целыми днями жгли эти благовония. Это вообще... У нас осталась одна минута. Мы сейчас с вами... Да, мы сейчас заново переподключимся, потому что, я думаю, что нам интересно... Вам же интересно? Потому что мы уже надоели. Или мы надоели, да. Ну, 137 человек на связи. Я думаю, что все нормально. Итак, значит, сейчас мы отключаемся и переподключаемся заново через минуту. Окей? 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 Окей?